В русском языке отсутствует прямой перевод этих слов. Для пояснения им нам приходится прибегать либо к толкованию, либо к поиску группы слов, которые поясняют значение того или иного понятия. Например, когда вам говорят «I have a cousin», в этом предложении недостаточной информации, потому что слово «cousin» не имеет рода и неизвестно, кто у вас двоюродный брат или двоюродная сестра. Следующее слово «sibling» – это одно слово для того, чтобы назвать брат и сестра. Но давайте будем различать. Двоюродный брат и сестра в английском языке – это «cousins», а вот родные брат и сестра – это «siblings». В русском языке нет такого слова, чтобы назвать это понятие одним, ограничиться словом. Следующее слово тоже довольно интересное. По-английски оно означает «две недели». Странно, непонятно, когда в английском языке возникла необходимость обозначить две недели одним словом, но тем не менее складывается оно очень легко. «Fourteen nights», то есть четырнадцать ночей, что и означает «две недели». Правда, написание здесь отличается от слова «for». Следующий термин – «commuter». Если вы, скажем, работаете и живете в разных районах города и путешествуете или едете на работу каждый день общественным транспортом, вы можете назвать себя «commuter». На сегодняшний день этот термин даже применим в тех ситуациях, когда, например, англичане покупают себе домики где-то в Европе, пять рабочих дней остаются и работают в Британии, а на выходные улетают к себе в новое жилье европейское. Это связано с ценами, которые, в общем, в Англии довольно значительные по сравнению с некоторыми европейскими регионами. Поэтому вот такие компьютеры появились, которые даже летают с работы и на работу, но, правда, делают это не каждый день, а на выходные и в начале рабочей недели. Следующий термин очень забавный, потому что, ну, допустим, слово «pet» известно многим. «Pet» – это домашний любимец, животное, которого вы холите, лелеете, нежите, кормите и так далее. Но что такое «pet» в сочетании с «piv»? Здесь слово «pet» естественно прилагательное. «Pet-piv» так называется то, что вас раздражает в других людях. Например, вы ненавидите, когда ваш сосед по студенческой, скажем, партии грызет ногти, и вообще вы ненавидите, когда кто-то в вашем присутствии грызет ногти. Тогда это ваше «pet» – «piv». То есть это то, что вы ненавидите и что вас раздражает в других людях. Почему это «pet»? Потому что обычно мы такие вещи носим с собой, и мы никак не можем избавиться от этого раздражения. Часто у разных людей разные «pet»-pivs. Следующее. Я встретила этот термин, состоящий из двух слов, «jet lag», когда стала общаться с американцами. Потому что наш народ более стойкий, выносливый. И такого понятия, сколько бы раз они из одной часовой зоны не перелетали в другую, в общем, оно не оговаривается, это понятие. Ну да, тяжело 7 часов или 10 или 12 потратить на перелет через много часовых поясов. Но та усталость, которая складывается в процессе этого перелета, она не получила особого термина в русском языке. Тем не менее, в английском это есть. Jet lag – это та усталость, которую ощущает ваш организм из-за резкой смены часовых поясов. Вот, скажем, когда я перелетала через Атлантический океан и оказалась на восточном побережье Америки, мне показалось, что это абсолютно моя часовая зона, потому что в 7 утра я просыпалась абсолютно отдохнувшая, свежая, совершенно не уставшая. И мне кажется, что вот такое раннее время, несвойственное мне в том месте, где я живу обычно и постоянно, оно меня очень взбодрило, радовало, и jet lag не ощущался. Но говорят, что обычно jet lag сильно проявляется, когда вы летите наоборот, в обратную сторону через Атлантический океан, в сторону Европы, например. Вот, когда я вернулась из Америки, действительно, неделя первая была очень тяжелой, организм восстанавливался довольно медленно, и я тогда, на самом деле, реально прочувствовала, что такое jet lag. Следующее слово – это adopt. Adopt – это усыновление или удочерение. Таким образом, когда вам говорят, he was adopted, вы, естественно, в русском языке скажете, он был усыновлен, а если she was adopted, ее удочерили. То есть одно и то же слово, так же, как cousin и sibling, оно тесно привязано к тому человеку, непосредственно которого усыновляют или удочеряют. Ну и последнее, довольно интересное сочетание слов. Мы знаем, что bubble, скажем, bubble gum – известный всем термин, который в Советском Союзе звучал как bubble gum в одном знаменитом мультике. Нет, конечно, это bubble. И это speech. В данном случае, так же, как в pet peeve, слово speech является прилагательным. Это какой-то разговорный пузырь. Не знаю, разговорный пузырь расскажет вам что-то это или нет. На самом деле, speech bubble – это пузырик, который рисуют в комиксах и где располагают речь героев комиксов. Вот speech bubble – это сочетание, которое, в общем-то, в русском языке нуждается в целом комментарии.